Девушки отдыхают Привет, девчонки! Вот только честно, вы могли бы влюбиться в стриптизера? Нет, категорически. А я да. Да? А наша не только влюбилась, а еще и замуж за него собиралась. Да, Роза. А бороться за нее сегодня будут целеустремленный Антон, романтичный Александр и мужественный Вячеслав. Давайте сначала на невесту посмотрим. Сегодня я пришла за своим любимым мужчиной. И не важно, стриптизер он или нет, главное, чтобы он был человек хороший, мужчина порядочный и замечательный, прекрасный человек. Спасибо, проходите. Ксения, 37 лет. Мужчина своей мечты нашла в стриптиз-клубе, но после нескольких лет совместной жизни узнала, что он изменяет ей с профессиональной жрицей любви. Ксения в прошлом врач-реаниматолог, сейчас руководит отделом продаж в фирме по продаже оборудования для наружной рекламы. Предупреждает, что не потерпит от мужчины слово полигамность, не отпустит его на ночную работу, не предоставит личного пространства и не позволит пользоваться интернетом дома. Ксения не обратит внимания на ухажера старше себя и в плохой физической форме. Выйдет замуж за ухоженного, породистого, яркого и энергичного мужчину, для которого она станет центром вселенной. Привет, девчонки. Здравствуйте. Я хотела сказать несколько слов, так как для меня семья ассоциируется с домом, поэтому я вам приготовила очень вкусные пряничные домики. Привет. Они подписанные. Это Василиса, вам? Ой, спасибо. Именные, я пелик, Роза. Это вам? Спасибо. Слушайте, а это что, это съедобное? Да, это съедобные пряничные домики. Произведение пряничного искусства. Ну да. На данный момент, а я не знаю, Роза, кем он будет, мало ли кем он окажется, кого я полюблю. А какой критерий должен быть? Как у стриптизера? Тело? Критерий должен быть, как я уже сказала, это должен быть очень активный. Ну в сексуальном плане, да? Я-то Вас как понимаю? А Роза, он должен быть во всех планах активный. Ну у нас Антоша, у нас Антоша натурально качается, без химии, без всего. А чем закончилось? Началось у нас как заново всё. А потом, вот уже в декабре мы уехали отдыхать с семьёй, я, мама и мой сын далеко. И там у меня произошёл как бы определённый переворот в сознании. И я поняла, что я больше не хочу быть с ним. Всё. И приехав сюда, мы с ним, ну мы с ним даже не созванивались и не общались. Больше. Всё. Хорошо. Сегодня Вы хотите себе мужа или отца ребёнка? Я себе хочу сегодня любимого мужчину. А кем он будет у меня, кем он станет мне дальше, это мы посмотрим. Да, любимый мужчина, не боитесь, что будете наступать на те же грабли? Потому что в основном звучат определения страсть, страсть, любовь мужчины. Прозвучали только любовь, Ларис. В большинстве моём разговоре прозвучала слово любовь. А смогли бы полюбить щупленького, инженера? Я смогу полюбить того, который подарит мне внутреннюю уверенность, гармонию, и который будет меня любить. А как пять правил? Значит, никакой ночной работы, потому что люблю секс и хочу, чтобы мой мужчина был со мной рядом ночью. Тут щупла не пойдёт. Вы всё-таки крупная женщина. Роза, а что вы, вдруг Америку открылись, что ли? Мне кажется, Вы бы тоже не отказались от мужчины, который бы каждую ночь вас любил. Ну, конечно, я же ещё не старая. Ну, вот видите? А кто? Все красивые. Антош, ты подходишь опять. Не будем портить статистику, Антоша. И я Вам говорю, в принципе, если 37, не хотите ещё совместно к детей морочить голову вообще? Почему? Я очень хочу дочку. Очень хочу. Если мой мужчина будет готов к тому, чтобы иметь ребёнка, я запросто поддержу, потому что здоровье не позволяет. Если силы нужны на Вас, то... Так она и говорит, мужчина должен быть до 35 лет. Дама крупная, Вы, значит, всю. От 25 до 32. Ну, хватит, Роза, уже ж тебе сказали. Что ж ты глаза-то пучишь? Нужен молодой, здоровый, чтобы ночью не работал, потому что любит секс. Дальше. Уже прочитала? Что ты теперь будешь это долюзывать? Тогда с интеллектом не надо. Почему? А я считаю, нет, неправда. Чем выше интеллект, тем ниже поцелуй. Поэтому дальше давай. Что там? Ну, наверное, тогда приезжай, потому что легче уговорить. Почему? Ну как почему? Роза, мне никогда не надо было уговаривать мужчин. Никогда. У меня сын 25 лет. И сейчас живет вот с такой женщиной, как вы, даже постарше. Это моя боль просто. И что? Понимаете, моя боль. А что такого, Роза? А что плохого во мне? Что во мне плохого? Здоровых, нормальных. Роза, у меня замечательный здоровый сын. Замечательный здоровый сын. Я готова родить еще одного здорового ребенка. Либо я, либо она. Я живу в чистоте духовной, нравственной, физической. Я пропагандирую любовь, ответственность, верность. Ксения, да пропагандите, что хотите. Я невестку хочу молодую, внуков здоровых хочу. Роза, а пока вы не помите. Ты права, сыночку не для вас рожала, а для молодой. Роза, поймите один такой момент. Вы, ваши желания, ваши родители, они с вашим сыном не совпадают. Вот когда вы поймете своего сына, тогда вы будете счастливы. И наступит такое время, когда Роза будет уговаривать возрастную женщину хоть такую, чтобы она пришла в дом. Но при этом сама любит молодых. Потому что, я вам сейчас объясню, почему. И у нее муж был тоже молодой. И любит молодых. Вот, вот, да. Наверное, вы чем-то похожи с Розой, поэтому ее так вот как-то... А я знаю, чем. Чем? А у нас очень сильная страсть к жизни и к сексу. Василиса, у меня к тебе просьба. Посмотри, пожалуйста, по звездам. Если Ксения не пересмотрит что-то в себе, не стукнет ее судьба или жизнь, или кто-то вот так по голове? Не случится никакой там беды. Нет, на самом деле человек любой должен пересматривать себя и заглядывать в себя. Вы очень редкий тип женщины. Психологически это смесь типажей Афины и Афродиты. С одной стороны, женщина стратег, которая в своей жизни все решает на свое усмотрение. С другой стороны, любит получать удовольствие, наслаждаться, развлекать себя, баловать. То есть это очень редко встречающееся сочетание. Проблизианка. Ну, да. Только посильнее. Любит сладкое посмысление. Только посильнее, я бы сказала так. Сегодня у нас такая для меня, как для астролога, особенная программа. Вот почему. Планеты в натальной карте — это такие своеобразные регуляторы энергии. И у каждого из наших героев сегодня один из регуляторов сломан. Одна из планет ослаблена. Я каждому, во-первых, подготовила такие личные рекомендации, пожелания. Это пожелания в виде вопросов, на которые каждый из вас должен ответить. Вот в вашем случае сломана или не функционирует планета Сатурн, скажем так. Это не значит, что она совсем не представлена в жизни. Но если нет Сатурна, мало Сатурна, значит мало тормозов, ослаблены тормоза. Вот я считаю, что вам все-таки нужно пересмотреть свою жизнь с точки зрения наработки определенных тормозов. Я рассчитываю, что потом, не сейчас, вы когда-нибудь этими вопросами зададитесь, ответите себе на них. Вся ваша любовная история — это пассивное сопротивление папе и его мнению. Мне кажется, что вы пытаетесь за маму добрать того, чего не добрала, может быть, от жизни мама. Но это семейное дело. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Ксения. Встречайте первого жениха. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй. Это тебе. Спасибо тебе большое. Я скажу тебе только слово «давай», а там сама решай, согласишься ты или нет. Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Спасибо, проходите. Антон, 25 лет. По специальности проектировщик мостов и транспортных труб. Работает артистом эротического жанра. Обожает танцы, фитнес и прогулки на роликах. Гордится своим телом. Мечтает профессионально затмить Сергея Глушко. Влюбляясь в девушек, Антон всякий раз оставался с разбитым сердцем. Надеется, что с Ксенией он будет жить долго и счастливо. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня есть такой маленький небольшой сюрприз. Весеннее настроение. Поговорит. Искрительно. Спасибо. Роза. Ага, спасибо большое. Василиса. Спасибо. Ну, сейчас, сейчас, сейчас. Ну, да, да, да. Красавчик наш. Все, огонь мужик, давай. Какой милашка. Ну, вообще. Почему девчонки разбивали вам сердце? Не в тех влюблялись? Скорее всего, да. Да, получается так, что влюбляюсь в основном в стерв и таких вот активных и бешеных в душе. Ну, нравятся такие сами по себе. Ну, видать, не сходимся с характерами. А правда была какая? Что вас тогда заставило пойти в клуб и заняться собой? В спортивный, я имею в виду. Ну, был скромный сам по себе, простой, обычный. Скромный, простой, обычный, с плохеньким, хиленьким, тельцем. Ну, не совсем, вы не правы. И девчонки разбивали вам сердца, потому что хотели влюбляться в здоровенных блондинов. Ну, даже если так, то я объясняю, почему они не были с Антоном, почему они ему разбивали сердца, почему Антон в конце концов разозлился, пошел в спортивный клуб, занялся собой, стал стриптизером. Понятно, к чему я это все веду? Почему вы пошли работать танцором стриптиз-эротических танцев? Изначально я вам объясню. Пошел, да, потому что я был скован сам по себе, я был простой. Наконец-то. Надо было показать себя, правильно? Конечно. Но потом, когда я уже узнал себя, то есть раскрыл себе в этот талант, мне захотелось дальше продвигаться. Как? И поверьте. Вы хотите затмить Глушко? Да. Это уже не трудно будет, потому что ему на пенсию пора. Антоша работает не в каком-то клубе среди старых, уже старых, стремных женщин. Он работает танцем. Во-первых, он танцор, а не стриптизер. Танцор это его первое призвание. А вот уж говорит про Глушко, говорили, может что не на пенсию? Ну-ка, давай. Как у нее, как у нее в пустах все-таки? А вы как думали? Только ты ему притчу-то не испорть. Да ладно, притча. У меня раньше были дневные волосы, кстати. Ну давай, избрали. Это все будет потом. Да? Да, сейчас нет. Нет, это ей будет там ничего. Нет, снимите парик, вы как дурак. Не нравится. То есть мне так остаться, да? Нет, мне не нравится. Снимите? Конечно снимите. Это унизитель на росте. Нет, если бы он браздился, тогда был бы нормуль. А материальный достаток у вас какой? Потянете вон. Я потяну. Дорогая Женя потянет. А в ваши планы входит действительно создание серьезной пары? Или вы в текущий момент времени ищите женщину, которая просто скрасит несколько лет вашей жизни, пока не начнется очередной следующий этап? А что это скрасить? В любом случае, любые отношения это опыт. И возможно такой вариант, что... Она может не хотеть, чтобы вы просто набирались с ней опыта. Она может хотеть серьезных, длительных отношений. А вы никогда об этом не узнаете. Если ему нечего сказать, как бы привлечь... То показать может. Привлечь женщину как бы, да, своими словами, как бы, своими поступками. Зато есть что показать. Мужчину должен привлекать не этим, а вот этим. Аксения, у вас есть возможность пообщаться с Антоном напрямую. Что мы там спрашиваем всякие глупости? Я хотела узнать... Вы знаете, Лариса, мне на самом деле нечего спрашивать, потому что я уже все поняла. Спасибо. Тогда давайте посмотрим на сюрприз. Спасибо. 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 Она трогает его, все нормально. Есть контакт. Красава! В твою комнату проходите, будем вас обсуждать. Спасибо. Ну и все, Терозе, уж подойди, это немножко для настроения, считай. Да, для настроения. Мы не находимся. Ой, как? Да. Ой, здорово. Все, 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 все. Нам работать нужно. Антон. Ой, Антон. Роза, раз ты так близка к телу, передай, пожалуйста, Антону и от меня тоже. На сынок. Это вопрос, на который вы потом сами себе ответите. Нам даже не нужно. Все, в комнату. Вы потом сами себе ответите. Спасибо. Ты красавица, Антон. Знаете, я вам что хочу сказать. Человек на своем месте. Вот пока он сидел такой, серенькая здесь мышка, невнятно отвечал, у меня было одно мнение. Но он двигается великолепно. Имеет право. Имеет право. Двигается фантастически. Я, например, очень бы хотела, чтобы его сегодня кто-то заметил и пригласил в Москве поработать. Потому что у нас столько этих табуреток летающих, что... Молодец. Молодец. 25 лет. Может, пока почудите в стрип-клубе. Мне мужской стриптиз кажется асексуальным. То есть это для меня... Бла-бла-бла-бла. Но то, что Антон хорошо танцует, действительно, это факт. Я готова с этим согласиться. Вот в гороскопе у этого нашего героя ослаблено солнце. А солнце связано со всем, что касается как раз профессиональной реализации и умения подавать себя в свете. Я думаю, что его поход вообще в эту профессию, это точно проработка собственных комплексов. Это желание казаться ярче, привлечь как-то к себе внимание. Но все равно это не метод. И я могу сказать, что солнечным людям, вот людям такого типа, с ослабленным сломанным солнцем, должны помочь друзья. Его друзья должны не рассказывать ему о том, что это замечательно, а должны помочь поменять профессию. Ну, естественно, мисс Очевидность, естественно. А как вам? Очень хороший, замечательный парень, но он совершенно не готов ни к взрослой жизни, ни к ребенку, ни к кому вообще. Поэтому он очень хороший, но это не герой моего романа на данный момент. Да, Ламарочка. Я думаю, что достоин уважения этот человек, потому что вызывает уважение не только вот его красота в танце, а смелость, с которой он как бы хочет вписать в свою жизнь женщину с ребенком. Я понимаю, что у него опыта нет, и он даже не представляет, как это. Но смелость в наше время, когда все озабочены только мыслью пожить для себя, мне вот его решение... Ну и хорошенький, конечно, разделся, сложен, правда, изумительно. То есть не врал. Да, я думаю, что он был очень искренний и достоин уважения. В эфире «Давай поженимся» у нас в гостях Ксения. Встречайте второго жениха. Приветствую вас, Ксения. Здравствуйте. Мне очень приятно с вами познакомиться в таком необычном месте. Это восхитительное приключение. Благодарю. Спасибо большое. Вот вам приятная музыка для приятной атмосферы в доме. Спасибо большое. Спасибо. Проходите. Александр, 32 года. Музыкант, организатор духовных семинаров и соучредитель фирмы по евро-ремонту. Считает себя счастливым человеком благодаря йоге, фитнесу и музыке. Мечтает стать звездным парнем и продавать свои диски миллионными тиражами. Александр 5 лет встречался с замужней женщиной, которая не признавала телящих нежностей. Надеется, что Ксения одарит его теплом и лаской. Здравствуйте, Антон. У вас профессия? Музыкант и в душе и по профессии. То есть что вы закончили? Я не заканчивал. У меня мама преподаватель музыки. И как бы всю свою жизнь я слушал хорошую, качественную музыку. Возможно, это родило во мне собственный музыкальный вкус. И с постоянной тягой написать новую композицию. А духовный семинар, вы сектант? Это секта? Нет, я не считаю. Я знаю, что в наше время кто-то разграничивает на секту или на какие-то определения. Я просто хочу знать, опасно это для нашей невесты или нет? Нет, конечно. Это индивидуальный путь человека, который выбирает для себя сам свои духовные предпочтения. Ой, хороший. Няшка. Ну как его нужно не любить, а? Значит, вы влюбились в замужнюю женщину? Да. И она ответила вам взаимностью? Поначалу, да. У вас начались отношения с ней? Все устраивало в этих отношениях? Нет, были конфликты, возникали, я думаю, как у всех людей. А как так получилось, что вы только через год узнали, что она замужем? Ну, она это скрывала, видимо. Нет, ну хорошо, можно скрывать неделю, если ты влюблен. А потом, как-то, существуют телефонные разговоры, она отключает телефон, куда-то уезжает, не приглашает вас в гости. А в течение года вы, знаете, вы дурачок, что ли? Ну, понимаете, человек может сказать, у меня еще живет мой предыдущий парень, который еще от меня не съехал, и я не готова к серьезным отношениям. Понимаете, можно это скрыть. А то есть это большая разница, да, муж или парень, с которым я продолжаю жить? Да, большая разница, муж, который останется и дальше с вами, или человек, который еще не уехал. Вы за нее боролись? Вы хотели, чтобы она ушла от мужа, когда узнали? Да, я хотел, конечно. Молодец, он очень спокойный. Ну да. А когда есть задача быть собой, с ней он справляется шикарно. Ну, отношения же у вас продолжились с ней? Конечно, потому что уже было поздно отменять отношения, мы уже были как бы на том уровне. Да, да. Она занималась вот этой вашей практикой духовной? Это преподаватель кундалини-йоги, да. Она преподаватель? Она, да, преподаватель. Для меня мой духовный путь – это моя музыка. А для нее? Для нее кундалини-йога. А кундалини – какое-то слово интересное. Да, говорит, она не любила телячьей нежности. Вот она кундалини не любила. Но это… Я вам расскажу. Странная она, правда. У вас очень грубое представление о кундалини. А ты что, Илья? Очень грубое. Вот ты думала, мы что думали, Страна? Оно сильное может быть представление. Что это за ехидность? Вот ты думала, это что? Она про это знает. Про что мы с тобой думали? Это походы в библиотеку, когда ты читаешь кундалинскую литературу. Нет. Она не любила. Кундалини – это энергия, которая в основании позвоночника человека свернута. Сексуальная энергия, на самом деле, но темная и подавленная. А потом… И человек ее высвобождает. То есть она создала себе какой-то непонятный идеал. И все время бьется, бьется, бьется. Ну, извини. Нет. Скажите, пожалуйста, это все, ладно, это глупости. Как муж нашел вашу переписку, ее, и узнал о существовании? Ну, я написал достаточно теплое сообщение, и личное… Самое теплое выражение или слово вот в этой переписке было какое? Это была такая цитата интересная, что когда женщина… Целую в пупок твой Александрок, нет? Когда женщина соприкасается с мужчиной, то он энергетически остается с ней навсегда. Да, в ее энергетике его часть остается на всю жизнь. Господи, на вас пахать надо. Про что вы говорите? И что? И вы ей написали об этом? Ну, это да, такая была теплая цитата, и как бы муж… Что я в тебе навеки. Прочитал это, и… И понял. Да, у него появились все эти вопросы, которые она развеяла. А, вот оказывается, чем ты там занимаешься, сказал он ей. А вы говорите стриптизер. Да там дети в стриптизе. Дети просто против нашего Александра. Ничем они таким там не занимаются, это иносказательно. Поэтому она все про это кундалини-то и знает. И что ответила она вам? Она ответила, что муж теперь хочет прийти на наш концерт. Пришел? Познакомиться лично, нет. Ой, правильно. Не дошел несчастный, наверное. Да нет, он пока фантазировал по дороге, начитавшись такой вот духовный. Это сдобрило его сердце, видимо. А вы будете нашу Ксюшу в стриптизе отпускать со мной? Буду, если это предпочтение Ксюши, если я на это ухожу. А не боишься, что с утреца так встанете, а там встретит стриптизер стринга? Эгоцентричен ли ты? То есть, если у вас продолжится? Нет. А то, что ты и эгоизм от этой вещи несовместимы, это мы знаем, все это видят. Ты последние стринги готов отдать. Смотрите, девушка была очень самостоятельна, плевать она хотела на вас, на мнение мужа, никого она не боялась. Вот такая вот была гром баба. Да, много путешествовала и с вами она не считалась. То есть, ей было все рано. Вам нравятся такие женщины, которые сами принимают решения, которые вытирают об вас ноги? Бывают? Бывают. Женщина-госпожа? Это очень хороший опыт жизни, который делает мудрее и сильнее. Александр, вам 32 года. У вас есть запасной аэродром, вы занимаетесь евроремонтом. Да. Поэтому можете чудить с музыкой, с практиками, с этими псевдодуховными. Деньги вы зарабатываете с папой? Концерты и перемостки. То есть, можете взять на себя ответственность, наконец-то, за жену и за ребенка? Могу. Супер. Покажите сюрприз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо, Александр. Проходите в твою комнату. И передайте, пожалуйста, Ксения, передайте Александру, пожалуйста. Друзья, Александр, спасибо, что ты пришел. Это тебе, чтобы у тебя был такой же дом. Большой, уютный. Спасибо большое. Скажи, мужайка. Можно вас пицца? Спасибо, Александр. Спасибо. Ну как, у тебя впечатление потрясающее? У меня ладошки мокрые, сейчас плакать буду. Да? Да. Как вам? Знаете, Лариса, да, у меня тоже неоднозначное впечатление об этом молодом человеке. Но есть у нас схожие с ним ситуации. Это ситуация схожая в том, что мы оба любили не тех. И выбирали не тех, к сожалению. Парень достаточно хороший. К сожалению, мы не увидели то, чем он в итоге занимается. То есть результаты его деятельности. Ну, конечно, нет. Музыка не его играет. Среднее говорил невнятно. Эти духовные практики под большим вопросом и сомнением. И почему женщина позволяла так относиться и к нему, и к мужу, тоже много вопросов. Все очень размыто. Я думаю, что из него можно, конечно, и лепить, и под себя мужа можно сделать. Да, Лариса, вы знаете, вот это нужно. Это можно, это видно, что сегодня, думаю, без дурных привычек, сегодня мало мужчин, которых можно под себя сделать. Слушай, а вот это что такое? Ой, это мне замечательная ведущая дала звездный гороскоп. Очень интересная для меня информация. Умна. Мы это потом изучим. Это не тот тип мужской энергетики, который вы хотели бы увидеть. Однозначно. Но в этом мужчине точно стоит поразбираться и имеет смысл. Мне кажется, что здесь потенциал роста, его как мужчины есть, он очевиден. Это человек, которому нужно договариваться с собой, со своей природой, адаптироваться в обществе. Он плохо адаптирован к окружающей среде, к сожалению. Я думаю, что из такого можно сделать хорошего мужа, чего уж там мы будем сейчас ходить кругами. Ну что, будем знакомиться с третьим женихом? Тогда, пожалуйста, проходите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Ксения. Я пришел на эту передачу встретить женщину своей мечты. И думаю, ей окажешься ты. Это от меня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Проходите. Спасибо. Вячеслав, 35 лет. Генеральный директор компании, занимающейся IT-технологиями. Окончил железнодорожный институт и юридическую академию. Работал шеф-поваром и специальным агентом в отделе по борьбе с коррупцией. Гордится тем, что прошел две войны и вернулся героем. Вместе с серьезной травмой позвоночника Вячеслав получил признание от жены в том, что она больше его не любит. Надеется, что Ксению не пугает трудностей. Да уж. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рад вас видеть. Разрешите вам подарить специально индивидуальный подбирал? Розу. Розу, розу. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, прошу, что не любят средние цветы и вот вам готовить синий букет от всей моей души. Невозможные красоты. Невозможные. Да, любите, вели. Как раз, наоборот, терпеть не могу. Говорил уже об этом в программе. АПЛОДИСМЕНТЫ Если не было, что жена не стала с вами жить, мягко сказать. Но это была травма позвоночника, и, как, теоретически, в принципе, должно было быть все хорошо. А практически оказалось так, что остался, стал неходящим, оказался на больничной койке, и не так квалификация врачей и непонимание друг друга довела еще дохода. там непонимание, она просто вам сказала, я за тобой судно выносить не буду. Дети были у вас? Да, да. Дочка взрослая, 13 лет, плюс, когда мы с женой познакомились, уже была дочь, которая была 5, ну, 4,5, 5-й год. То есть вы взяли женщину с ребенком? Да. Но это не я взял женщину с ребенком, это меня впустили в тот прекрасный мир. То есть это заблуждение мужчины, который думает, что он делая одолжение, берет, ну, женщину с ребенком, она никому не нужна. Нет, там зачем? Там присутствует свой прекрасный мир, куда очень трудно войти. Если такая женщина делает шаг, значит, она доверяет мужчине. Какой вы молодец, как приятно рассуждаете. Сколько вы с ней прожили? Ну, мы полно, где-то лет 6 прожили точно. Скажите, вот когда произошло чудо, и вы все-таки выздоровели, она не кусала себе? Нет локти? Очень сильно кусала, то есть были попытки возобновить какие-то отношения, но есть три категории людей. Есть люди хорошие, есть плохие, и есть ненужные. Предатели. Есть ненужные. Не предатели, просто ненужные люди, которые, ну, вычеркивай с жирным фломастером, они неинтересны себе. У чувака реальная цель познакомиться, там, жениться. Она поняла, что ее молодые годы будут проходить, а у нее лежачий муж. Ну, возможно. Вот это все, и она сказала, что... А потом, как бы, чтобы оправдать свой поступок, то есть это идет влияние на детей, а так как я не рядом, и вот результат. Конечно, чтобы родить маму не считать предателем, тебе нужно рассказать, какой папа плохой. Ну, прекрасно. Да? Вы в одном городе с дочкой живете? Нет, нет. Я, когда все это случилось, и потом я поменял полностью, разочаровался в данных друзьях, там, семейных отношениях. Я выкинул там телефон. А в друзьях почему? Друзья. Ну, потому что даже в тот период ни один не позвонил, не спросил, как у меня дела. А вы сейчас сами-то откуда? И где? Сейчас сами будете? Сам я приехал сейчас из Самары. А планируете, если все сладится? Нет, я честно говорю, я очень устал от Самары. В Москву, в принципе, как то место... А в Москве работу можете найти? Вот. Да у меня здесь центральный какой-то офис. Я просто здесь не нахожусь. А что у вас тут центральный офис? Ваша компания. Компания. Хорошо. Тогда какие планы? В Москве не хотите? В Северной столице? Нет. В Северной столице. Я там морально отдыхаю. Там очень привет. Нравится Питер, да? Очень. Если у вас, Ксения, все сложится с Вячеславом, Питер прекрасный город. В Самару не поедет, а Питер... Энергетически располагает на создании семьи и воспитании детей, так сказать. Я знаю, я там родила первого сына. Да, да, да. Ксения. Знаете, Лариса, я так думаю, что если будет то чувство, которое я ищу, и я почувствую в своем мужчине силу и ответственность за то, что он будет со мной, с моим ребенком, я поеду куда угодно. Вам, Ксения, нравится? Нет, но в ней присутствуют очень женские черты. У нее прекрасные волосы, как бы там это... А вы ее будете пускать в стриптиз-клуб? Да что... Он сам научится. Да нет, это нормально все. Я еще просто... Будете или нет? Ну, на загаду богат не будешь. Она не захочет сама от такого мужчину идти. И мамочка зарделась, пота румянец появился, глазки улыбаются. Вячеслав, дайте конкретно, по каким пунктам вы со своей женой с женщиной не сможете договориться никогда? Если... Я не прощу никогда ложь. То есть это без разницы. Ложь это что? Ложь это... Ложь. Если она вам честно не скажет, если она не скажет вам, сколько шубок стоит. Но это не сказал, нет, дело не в этом. Человек, задавая вопросы, должен быть морально готов услышать ответ. Понимаете, в чем дело? И вот люди, которые задают вопрос, а с кем ты был? А где ты был? То есть задавая такой вопрос, он должен быть морально уже готов услышать. Ну, естественно, он сейчас скажет, что был секретарший. Начинается. Ложь это ложь. Логично. Все сказалось. Расскажите мне тогда, что должно быть в вашей семье, чего не должно быть, вот относительно конкретной Ксении. Ну, в семье... Договоритесь хотя бы подъем крем. Я говорю, я что в семье считаю, что должен быть в любой семье построен макет. Потому что то, что мы создаем и делаем в своей семье, передается нашим детям. Все тогда прекрасно. И меня не будет мучить сюрприз, который вы сейчас покажете. Давайте приглашаем, Ксения. Мой сюрприз заключается в понимании сладкой жизни. Это то, к чему мы придем, и я готов это делать. И даже нету делать в нашей семейной жизни. И хотел бы помочь мне разложить клубничку. Пожалуйста, руками. Да, конечно, от чего? Тут ничего страшного нет. Вилок нет, ложек нет. Мы же вместе как бы рассматриваем, как семья правильно. Сейчас буду заготовить вместе. Смотри-ка, смотри. Мари, залыбалась. Мы можем попшикать, как мы видим себе эту сладкую жизнь. Правильно? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот, мы ее слишком сладкую видим. Ну ты съесть не сможешь. Долго, наверное, думал, чем бы удивить ее. Но это все-таки лучше, чем... А романтичнее, правда? Конечно. Не, ну я реально просто... Песни петь, это все танцевать. То есть, я считаю, вот это, оно как-то более относится к теме семейной жизни. Я тоже так думаю. Спасибо тебе большое, отличный супер. Зашли. Спасибо. Спасибо большое. Данилович. Спасибо, Вячеслав. Проходите в свою комнату. Все доброе. А подарок? А ведь заодно привезли меня. Подарок забыли. Не уходи в подарки. А я еще так оглянулся. Ну вот. Батюшка, это что такое? Дом? Это съедобный дом? Да, это пряничный домик. Да. Чтобы ты его на досуге как-нибудь... Это уже сладкий подарок, кстати. Можно как-нибудь, если это самое... И может, еще вместе съедим? Может быть. Да? Все может быть. Я прям рад. Ты тоже. Ну, здравствуй. Слушай, он такая симпатичная, когда улыбается. Ты глянь. Какой шикарный. Вообще. Смотри, как она себе. Слушай, давай очень хорошо смотрелись. Давай послушаем, послушаем. Ламарочка, вот что значит понравился мужчина. Выходила первая, не богат росточком, но она не рассталась с высокой шпилькой. И второй, а ради третьего незаметненько так очень по-женски сняла каблучок, чтобы не унижать, чтобы в глаза смотреть, чтобы он чувствовал себя ловко рядом с ней. И босичком спустилась. И стоит ли что-то говорить? Это значит все. Это значит все. Меня одно пугает. Вы видите, когда женщины перерубают хребет, ему не на войне позвоночник повредили. Ему этот стержень сломала его собственная жена. Мужчина очень долго проходит реабилитацию. И реабилитировать может наш род женский, только другая женщина хорошая, которая поймет и которая пожалеет и все. А ты видела, как у нее? Она хороша. Она хороша. Даже ту хриснула. Даже ту хриснула. Ну такого приласкай в семью. Как ты скажи, чуть-чуть, чуть-чуть, все хорошо. Понимаете? И у него понимание правильное по поводу жизни, роли мужчины. И какой-то он мягкий. Хочешь туда, хочешь сюда поедем, хочешь в Питер. Ох, я бы присмотрелась. Ну вот только что звезды. Я считаю, что у него должно было, к сожалению, в жизни случиться такое падение женщины, падение нравственное рядом с ним. Это гороскопически было заложено, потому что в Венера впадение, вот это тот самый сломанный регулятор. Потому что сливки, потому что такой сладкий сюрприз, это все из мира Венеры. То есть он работает сейчас ровно над тем, чтобы построить за следующей женщиной отношения более правильные. Чтобы она оказалась для него более правильным выбором, чтобы отношения сложились гармонично. А это, собственно, все система ценностей, система выборов. Потом он красавчик. У него специальности море. Я смотрю, он шеф-повар, у меня муж-повар. А ты знаешь, Лариса, как он соответствует своим собственным запросам, когда он сказал, что я готов, если задаю вопрос, услышать правду. Ламара, кому как не вам знать вкус и предпочтение дочери? В чьи руки можете доверить воспитание внука? Какого мужчину хотите в свой дом? Кого советуете, дочке? Мы посовещались и, в общем-то, пришли к общему мнению. Мы часто приходим в жизни к общему мнению. Последний парень. Вячеслав. Вячеслав, да. Мы пришли к мнению, что этому парню можно доверить. Потому что человек, который сам пережил такую боль, такую боль другому человеку не причинит. Потом он хорош с собой. Кроме того... Хороший возраст. Да, у него он с чувством юмора. Мы в нашей семье очень ценим это. Все мы сами с юмором. И мне кажется, он надежный человек. И попробовать, я думаю, стоит. Да. Роза. Мудрые женщины все-таки это не наличие ума у нее или хорошего образования, а все-таки возраст. Как приобретенный опыт. Ой, в возрасте бывает столько дур. Это просто... Ну, я говорю про хороших возраст с годами, но иногда возраст приходит один. Да, ну, это первое. Второе. Все-таки в разном возрасте, вот относительно вторых половинок, нам нужны разные мужчины, потребности разные. Вот начинали говорить про стриптизера, да, тогда был интересный возраст, ну, такой был. Сейчас возраст другой. И выбирать, конечно, мужа надо не для только сексуальных утех, а все-таки для жизни. И, конечно, я за Вячеслава, именно за Вячеслава. Ну, Антоку мне и оставьте. За себя огонь приму. Ну, или за тобой, или не за кем. Вячеслав вояк, он мужик. Ему будет что и чему научить при ваших дядях, папах, что дать этому мальчишке. У него вот это невостребованное отцовское чувство. Ну, не так вот жизнь получилась. И он еще хочет детей общих, и вы хотите. Мне кажется, все складывается. И если даже у вас что-то будет на первых порах не получаться, потому что, в принципе, я думаю, что он жестковат, войдите в его положение, сделайте так, чтобы он оттаял. И будет все хорошо. Я так думаю. А Вячеслав, кстати говоря, и женщины любит таких, я бы сказала, неоднозначно мягких. Очень добрая та, которая только польет слезами раны, ему не нужна. Он изначально выбирает женщин немножко демонических внутренних, ну, в хорошем смысле слова. А вы такая. Вот такой сложноватых, жестких, действительно, умеющих быть требовательными с мужчиной. Но если женщина требует, она должна и соответствовать этим своим требованиям, и точно так же быть готовой к требованиям с той стороны. Я считаю, что очень хороший выбор. У вас есть возможность пойти в одну из комнат, вы можете передумать. Вот несколько секунд вас отделяет от этих четырех комнат. Пожалуйста. В любом случае, мы вас поддержим. Любой ваш выбор. Проходите. Мы не знаем, выйдет Ксения одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наша! 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 Здравствуйте! Здравствуйте, Ксюша! Я очень рада, что вы познакомитесь. Приятно. Здравствуйте. Блин, а вы босиком. Да, я босиком. Ой, как приятно. Мне очень рада, что вы познакомились. Спасибо, что вы пришли. Алина, а по нему, а я друг. Очень-очень приятно. Сегодня у нас есть пара. Ксения и Вячеслав. А я, Лариса Кузеева. Желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, прожаем. Удачи.